МАЛАХОВСКОГО ПАРКА Прогуляться по Малаховскому парку скоро будут приглашать современные входные группы. Их обустройство станет основной задачей подрядной организации. Уделят внимание и прибрежной зоне. Второй этап благоустройства подарят люберчанам смотровые площадки над водной гладью. Их проект участникам рабочей группы представили на общем собрании. Определяются рядовые точки, чтобы можно было выйти на воду не только с берега, но и девушкам на каблуках и с маленькими детьми, чтобы они могли не замочить ножки. Любоваться озером с берега тоже станет комфортно. Роллером и скейтером с полутора метровой велодорожки, пешеходом с прибрежного тротуара на метр шире. Его габариты стали причиной споров. Некоторые участники рабочей группы посчитали тропинку в два с половиной метра слишком широкой для компактного Малаховского парка. Однако такие габариты прописаны в ГОСТе. Уже тротуар может быть только в случае дефицита места. Но это не тот случай. Позволяет существующие протопы организовать эти дорожки два с половиной метра. А там, где необходимо будет, например, сносить дерево, выпиливать его, то всегда возможно эту дорожку или заузить, или как-то ее сдвинуть, чтобы минимизировать и потери деревьев, и опять же соблюсти все нормативы. Дискуссия привела Малаховчан к согласию. Большинством голосов рабочая группа приняла проект второго этапа благоустройства парка. Все запланированные работы признаны необходимыми, а ширина прибрежной тропинки обоснованной. Наиболее разумная ширина – это два метра, два-два с половиной метра, где спокойно люди могут пройти, с коляской пройти, и никакого столкновения не будет, как считают некоторые люди, которые обсуждают именно ширину дорожек и начало второго этапа. Малаховское озеро нуждается в очистке от дамба в капитальном ремонте. С этим согласны все жители Малаховки. Работы по реабилитации водоема уже запланированы. С их проектом рабочая группа также познакомилась на общем собрании. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok